Всем привет! Я сегодня вам хочу рассказать, что уже несколько лет я сотрудничаю с Ивановским сайтом Гранд Сток. Ну, во-первых, друзья, вот эти все скатерти красивые, которые вы у меня видите, я выписала именно там. Вот эта гобеленовая скатерть, которую уже несколько лет, я брала именно там, наверное, два года назад. У меня слабость к скатертям, кроме того, я взяла штаны, трико, в который ходит мой супруг, в который ходит мой сын. Я уже точно знаю, что качество там замечательное. Посмотрите, вот такие скатерти, очень недорогие, но они реально качественные. Эта рогожка, такой плотный материал, хорошо простирывается. И я вам хочу сказать, что стоят они меньше 500 рублей. Вот эта скатерть с салфетками, 700 с чем-то, то есть стелена на стол скатерть. Смотрите, какая она красивая. И кладем в салфетку. Мне кажется, это будет хорошо с такой, знаете, с однотонной посудой. Например, белый, либо красный, либо, может быть, вот такой желтый. Можно использовать белую скатерть и положить на стол вот такие яркие салфетки по контрасту. Посмотрите, какая прелесть. Мне кажется, это будет очень красиво. И я вот приобрела себе. Здорово смотрится. Именно вот на белом, либо на красном, либо вот на желтой такая вот салфеточка по контрасту. Их 6 штук. И набор стоит 700 рублей с небольшим. Идут они вот в такой подарочной упаковке. Вот, посмотрите. Достаем оттуда скатерть. И, вы знаете, в принципе, ее можно потом еще раз назад туда засунуть, рассмотреть и положить назад. Вот такая очень красивая. Одна из скатертей у меня уже лежит на кухонном столе в летней кухне. Меня смотрят постоянно. Он ее видел. Очень красиво смотрится. Людям понравилось. Друзья, сделать заказ в Грандсток очень просто. Кроме того, все заказы отслеживаются. Вы заходите на сайт и видите, в каком состоянии ваш заказ. Отгружен, либо собирается. Операторы всегда готовы помочь. Они всегда на связи. Огромный ассортимент в Грандсток. Товары разные. Посмотрите, вот такие трико я беру несколько лет подряд. Своему мужу и сыну. Они не растягиваются, друзья. Очень хороший трикотаж. Такой плотненький. Прям, знаете, тонкий, но в то же время плотный. Хорошо сделан. Они не рвутся. Ну, то есть, они хорошо простирываются. Мы их носим постоянно. Я жалею, что беру их мало, потому что ассортимент их уменьшается. Видно, люди хорошо берут. Вот этот трико, друзья, с начесом. Называется это на сайте. Брюки мужские. И стоят они 700-800 рублей. Посмотрите. Хорошо очень сделано. Вот эти брючки прям прелесть. Они легкие такие. А это вот, посмотрите. Это с начесиком как бы так попроще. И ткань попроще. А это вот, посмотрите, еще одно синее трико. Но это совсем легенькое, такое летнее. Вот это трико совсем легкое. Посмотрите. Такое оно просторное, широкое. Можно и женщинам носить. Друзья, то есть это не тянется, не растягивается. Но оно, конечно, как трикотаж. Немного тянется, но оно никуда не поплывет. Трико очень хорошее. Берите своим мужчинам. Прям смело берите, даже не сомневайтесь. Прям смело берите, даже не сомневайтесь. Я сотрудничаю с Ивановскими сайтами уже, наверное, 3 или 4, может быть, год. Я знаю, что там нужно брать. То есть то, что мне нравится. И вот, нравится мне скатерти. Вот такие трико, одеяло, подушки. Исключительные. Только нужно правильно выбрать. Закончились те времена, и я считаю, что, слава Богу, когда одеяла передавались по наследству с подушками, сейчас каждый может менять их по мере необходимости. Посмотрите, я купила себе просто про запас. Пока даю вот такое классное зимнее одеяло. Друзья, как узнать, зимнее одеяло или осеннее? Смотрите по плотности. Плотность должна быть 300 от 300 грамм на квадратный метр. Это значит, что одеяло вот такое, вот толстенькое, видите, зимнее. Оно большое. Размеры там есть разные. Друзья, это очень большое одеяло под большой комплект постельного белья. Оно двуспальное. Друзья, это хорошее одеяло. Стоит оно 2,5 тысячи. Вот такое. Вы знаете, оно такое приятное, легкое, какое-то такое вот. Ну, хорошее одеяло, шелковистое. Хорошее, правда, если вам нужно. Цвет вот такой зелененький, симпатиченький. Вот такое шикарное одеяло. Тоже можете смело заказывать. Я вам ссылочку на сайт оставлю в описании и в комментариях. И даже сделаю вам прокрутку сайта. Вы посмотрите, как легко там заказывать. То есть, посмотрите, зайдете, посмотрите по позициям. Смотрите, вот такая сумка шикарная. То есть, когда вы вытащите одеяло и заложите его в одеяльник, сумку можно использовать для хранения. Она такая непромокаемая, но просто прелесть. Приходит это в таком мешке в коробках. Вот это было, то есть, в целопановом таком мешке. Я его выбросила и в таких вот картонных коробках. Так что не переживайте, почтой. Можете заказать транспортной компанией. Ну, то есть, на ваш вкус, на выбор. Приходит достаточно быстро. Вы всегда можете свой брус отслеживать. И в этот раз я специально взяла двуспальные комплекты постельного белья, друзья, из бязи. Не из поплина. Из народной хорошей бязи. Бязь хорошая. Не переживайте, что она будет рыхлая. Если вам нужны комплекты подешевле, у них есть марка Аванави. Там тоже бязь. Но она не такая плотная. У меня бязь плотная, но в то же время это не ГОСТ. У них и ГОСТ тоже есть. То есть, знаете, кто привык к такому, как раньше было. Но мне такой не нравится. У меня есть один такой комплект постельного белья из бязи, которая была раньше. Но вы знаете, ее стирать она вообще очень плотная. И поэтому берем бязь современную, но она очень качественная. И вот такие комплекты постельного белья я в этот раз заказала. Вот смотрите, вот такие горошинки. Затем вот таких кошечек. И вот такой двухцветный комплект. Раз приходят в таких красивых упаковках, согласитесь, что это можно на подарок. Хоть куда. Очень красиво смотрится. Стоит недорого, друзья, 1600 за двуспальный комплект. Но это вообще ни о чем. Я считаю, тяжеленькая, конечно. Давайте один распакуем и посмотрим, какой вы хотите. Давайте распакуем кошек. То есть, видите, он сделан вот так, неброско. Такой серенький. Вот здесь должны быть киски с голубыми глазами. Называется Кэсси. Приятная упаковка. Не надо ходить за ножницами, не надо ходить за ножом, чтобы что-то разрезать. К товарам идут вот такие накладные. Под одеяльник здесь 175 на 215, то есть как раз под моё одеяло. Вот видите, чтобы держала форму. Здесь вот такие картоночки. Две наволочки просто не под одеяльник. Это наволочки. Вот такие обычные, видите. Здесь также картонка. И вот тот поддеяльник с кисками, который мне пришёлся по душе. Ну вот такие голубоглазые кошки. Кто у нас кошатник? Смотрите, комплект для вас. Простирчивый, светленький. Мне кажется, замечательный. Лёгкий. Посмотрите, какая прелесть. Интересно смотрится на кровати. Сейчас же очень ценно, знаете. Бельё лежит на кровати без покрывала. И всё равно красиво смотрится. Вот такие киски. Интересно. Мне кажется, интересно. Выбор постельного белья в Грандсток просто огромный. И цветочки есть, и замки, и города, и природа, и птички, и рыбки. Друзья, в общем, зайдите на сайт, посмотрите. Я думаю, что вам понравится. Цены там очень демократичные. Вот такой горох, ну я не знаю, горох и горох распаковать не будем, да? Хорошо, давайте распакуем вот это постельное бельё, которое у нас двустороннее. Давайте посмотрим. Вот такой комплект синенький. Вот такой. У меня уже есть. Друзья, сейчас даже постельное бельё стараются подобрать в тон интерьеру. В тон обоим, в тон обивки, в тон штором, которые висят у нас дома. Вот такой пододеяльник, смотрим. С обратной стороны вот так. Вот такая ткань-компаньон у него. Смотрите. Тоже интересно смотрится нарядно. Мне вообще вот эта ткань нравится. Она хорошо смотрится на постели. Так что заказывайте. Цена 1600. Я вам сейчас поставлю прокрутку этого сайта. Посмотрите, как это выглядит. Делайте там заказы. Ссылочка будет у меня в описании и в закреплённом комментарии. Друзья, всё, что я взяла, я нисколько не сомневаюсь в качестве. Потому что беру я там не первый раз. Знаю, как всё это ведёт себя в стирке. Кстати, не линяет. Я не знаю, но я не стираю горячей водой. У меня ничего не линяет. Ничего не садится. Ничего не линяет. И с того, что я беру, у меня всё ведёт себя очень прилично. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!